Здравствуйте! Один из маршрутов, который обязательно стоит посмотреть весной, это водопады. И к таким водопадам относится конечно водопад Кесу. Он находится рядом с Фоногорийским и оттуда до туда 35 километров. Можно доехать на автомобиле до Поднавислы, можно доехать до автобуса, до Фоногорийского, дальше пешком, можно доехать на электричке. Я решил поехать на велосипеде, чтобы разработать ноги, чтобы посмотреть полноводность водопада, чтобы возможно нырнуть. Но нырнуть так я и не смог, потому что был холодный ветер. Есть одна, решил немного спрямить путь, проехать напрямую от Безымянного до Фоногорийского. Но зато здесь нужно переходить в Псику взброд. Для того, чтобы было бы проще это делать, беру с собой тапочки обычные. Они весят немного и удобны. Небольшая тонкость, если вы хотите сократить расстояние или сократить сложность этого пути, то стоит на велосипеде ехать не по Грантовой дороге, а доехать до Безымянного и с правой стороны аэрографически добраться до Фоногорийской станции электрички и перейти в Брод. Второй Брод оказался совершенно неполноводным по щиколотку. Шел я в тапочках, чтобы облегчить себе груз. Брод у подновисло совершенно несерьезный. Бывали времена, когда... О, и вода теплая! Прикольная вода! Чистая! Растение называется Кликачка Калхитская. Из него делают грузинское блюдо от Джанджоли. Надо его собрать, заквасить, потом кушать. Красное растение называется Скополье. Много туристов попадается на пути, попадаются с палатками, попадаются те, кто туда едет на автомобилях с детьми. Едут те, кто хочет искупаться в речке. Вот такой вот маршрут. Небольшой маршрут выходного дня. В том числе и для велосипеда, спонтанный. Стал утром, посмотрел на погоду, сел на велосипед и поехал. Примерно 35 километров в одну сторону и 35 километров в другую. Я руководитель небольшого местного сообщества туристического в телеграм-группе. Если вы не любитель путешествовать и не лежать на матрасе, то, пожалуйста, пишите мне. Я подключу вас к телеграм-каналу. Спасибо. С вами был Сергей Михайлов.